Беззаконие в действии О войнах и военных слухах Смотрите, не ужасайтесь Ибо надлежит всему тому быть Но это еще не конец Евангелие от Матфея, 24 глава, 4-6 стихи Неужели все это дело каких-то 14 миллионов евреев Вправе спросить слушателей Конечно, в своей стране Хозяин делает то, что ему выгодно А не тому, кто в роли странника в его стране Так вот, еврейский премьер-министр говорит Что граница Израиля не там, где она проходит на карте А там, где живут евреи А где живут евреи? Если золотой запас всех стран Утекает в сейфы в швейцарских банках Благодаря займам То в Советском Союзе Большей частью через частные руки Кто укормил оправление Пусть не первым секретарем, а вторым И директором предприятий завода И даже клуба собаководства Кому присваивают государственные премии Кто устраивает фирмы Глода и Ежи с ними Грядущий день Когда скажут мир и безопасность Тогда внезапно постигнет их пагуба 1 Фессалоникийцам 5.3 Человечество наших дней Гордое человечество Так называемого атомного 20 века Упоенное своей мнимой культурой Глубоко презирает эти вещи и слова Ратификация договора ОСВ-2 Приведет к ограничению, запрещению И уничтожению ядерного потенциала Всех стран в конечном счете Такими мыслями питаются правители Сверхдержав ныне Ой, если бы они посмотрели внимательно Что стало с народами, вверенными их водительству Деградация человека Его варварское отношение к природе Могут привести к окончательному исчезновению человека Как вида Удастся ли избежать этого краха Или уже сегодня Нужно занести человека В Красную книгу Кьери Монбриолем Опубликовал шестой доклад Римского клуба Энергия, образный счет Доклад предупреждает Против смертельных иллюзий Наивных людей Надеющихся, что все как-нибудь уладится Энергетический кризис для человечества Почти такой же опасностью угрожает Как и атомная война Либо мы примемся за дело Либо нам конец Я знаю, говорит Печеев Что человек агрессивен Эгоистичен Близорук Алчин Но не до такой же степени Чтобы стать самоубийцей А поскольку человек Так называемый Средний человек Не владеет миллиардными средствами Не управляет международными Монополиями и банками Не стоит во главе правительства То есть не имеет никакой возможности Практически действовать Притом в глобальных масштабах Ему остается одно Трепетать в страхе пред будущим Слово завтра Сегодняшний человек Произносит со страхом И трепетом Мир полон страха Как никогда прежде Говорит ученый Психолог Фриц Римман Снова и снова О нашем веке говорят Как о веке страха Пожалуй о страхе Никогда еще не было Столь обширной литературы И причина небывалого Доселе распространения Усиления страха В современном мире В рационализации сознания В ослаблении И ликвидации Божественного объяснения Причин всего существующего И грядущего Мы докопались Пишет Римман До Пожалуй Самых глубоких корней Наших сегодняшних страхов У нас нет ничего и никого Помимо нас самих На кого мы могли бы Взвалить ответственность Современное человечество Пишет известный французский Социолог Жан Фурастье Подобно Огромной больнице Где все жалуются На незаслуженные страдания Где никто не признает себя Больным Где каждый хочет получить Облегчение от другого Где сами врачи Не могут прийти к согласию В том Что является болезнью И что здоровьем Рационализм в деталях Не привел к рационализму В целом Оставшись инструментом Чувств и эмоций И не став основой мышления В ударах колокола Слышен набат к тем Кто спит Когда пожар Охватывает последние двери Через которые Можно еще спастись Эта дверь Покаяние пред Богом Во всем Что мы делали Не по слову его И всеми своими делами Привлекали на себя Гнев Божий Дела недостойных христиан Вот что более всего Укрепляет позиции Уже вести Известно что Антихрист будет от евреев Что он создаст Мировое царство В котором властвовать Будут евреи А те из масонов Которые знали Только планы Относительно их И которыми Руководили евреи Будут отстранены Евреи ждут Своего мессию То есть Избавителя И верят Что они будут Царствовать Над народами земли И соответственно С этим Они Подготовляют Мировые события Они Рассеянные По всему лицу земли Нигде Никак не сливаются С народами Их приютившими А как были Так и остались Евреями Даже приняв Христианство Они остаются Теми же Чем были Настойчивые Пронырливые Они везде И всюду Проникли В науку В искусство В технику Промышленность Печать И даже В управление Государствами И что всего опаснее В церковь Их капитал Уже царит Надо всем И диктует Всему миру Им желательные Условия Печать Захваченная Ими В цепке Руки Во всем мире Проводит Их идеи Телеграфные Кабели Телевидение Кино Режиссура Театры Просвещение Также служат Их задачам Хотя Мы этого Еще и не Сознаем Они создают Народное Волнение Террор И ужас Революции У них Таинственные Руководители Что откуда-то Из недосягаемых Таинственных Глубин Руководят Своими Массами Действуя Посредством Их Наумы И действия Нас Христиан Вот что По этому Вопросу Еще в 1856 Году Говорил Один Еврей Кабалист В своей Книге Изданной Им По-французски В переживаемую Нами Эпоху Подготовлено Уже Все Для Нового Взрыва Евангелического Энтузиазма И христианского Бескорыстного Подвига И это В силу Всеобщего Разочарования Во всем Успех Некоторых Книг И Мистические Направления Умов Все Это Вовсе Недвусмысленные Признаки Указанного Всеобщего Предрасположения Возобновляют Старые Заброшенные Храмы Строят Новые Чем Большую Пустоту От утраченной Веры Чувствует Себе Человек Тем Он Страстнее Предается Надежде Мир Весь Еще Раз Ожидает Мессию И Мессия Не замедлит Явиться Про разглашение Это было В 1843 44 Годах Дало Начало Целому Легиону Новых Евангелических Сект Адвентистов Иеговистов И прочих Истов Найдите Найдись Например Теперь Человек Высоко Поставленный Или по положению Своему Или по богатству Будь то Король Или папа Или генеральный Секретарь Компартии Или даже Еврей Миллионер И пусть Человек Этот Торжественно И всенародно Пожертвует Всеми Своими Материальными Интересами На благо Человечества Пусть Сделается Он Искупителем Бедных Апостолом И даже Мертвы 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 Учения О Самопожертвовании Благотворения И тот Се же Вокруг Него Вздымется Неизмеримо Огромная Волна Сочувствия И полный Нравственный Переворот Как вокруг Сан-Бюнг-Муна Или Махараджи Или Билли Совершится Во всем Мире Но для Этого Прежде всего Необходимо Высокое Положение Данного Лица Ибо В наше Время Нищеты И шарлатанства Всякое Слово Исшедшее С низов Подвергнется Подозрению В горделивых Замыслах И корыстолюбию Корыстолюбивом Мошенничестве Если Вы Ничто И у вас Нет ничего Не смейте Тогда и думать Стать апостолами Тем паче Мессиями В наши дни Не внемлют Даже божественно Возвышенному Слову Если ему Не обеспечен Не обеспечен Успех Который Предоставляет Собою Некоторую Материальную Ценность Мы живем В век Благоприобретенных Положений Ценность Человека Определяется Исключительно Тем Чего Стоит он В социальном И коммерческом Отношении Неограниченная Свобода Слова Произвела Такое Слово Столкновение Что в наши дни Уже не спрашивают Больше О чем Говорят Но спрашивают А кто Сказал Это И если Это сказал Брежнев Или Дэн Сяо Или Картер Или его Святейшество Папа Иоанн Павел Второй То это Что Кое-что Стало Быть Значит Мессия Придет И будет Основано Всемирное Царство Которое И даст Мир Миру Основание Царства Этому Положит Нация В которой Теперь Сосредоточились Вся энергия И весь Интеллект Жизни Весь мир Пойдет За знаменем Победоносного Еврейства Пока Верующие Христиане Придавались Сладкому Сну Гонимый Израильтянин Презренный Жид Христианской Цивилизации Трудился Занимался Торговлей Играл На бирже Становился Богат А владеал Реальными Ценностями Земной Жизни И Наконец Получил Возможность Сужать В кредит Средства К существованию Тем Самым Культом Которые Этого Жида Столько Времени Преследовали Древние Поклонники Ковчега Остались Верны Вере В заветный Ковчежец И биржа Теперь Их Храм Откуда Они Управляют Ныне Всем Христианским Миром У Всемирного Этого Царства Будет Одна Всемирная Господствующая Религия Эта Религия У народов Земли В настоящее Время Имеет Три Формы По Внешности Враждебная Друг Друг Но Они Вскоре Соединятся И Образуют Одну Всемирную Церковь Под Этими Враждебными До Времени Друг Друг Формами Одной И Той Жи Сущности Веры Я Подразумеваю Русское Православие Католицизм И Последнее Религия христиан подменилась во многих местах суррогатом христианства, подкрашенных реформированным под христианство сектанством. Послушайте, что пишут газеты. Известие 25 ноября 1978 года. Трагедия в Джонстауне. Постепенно становятся известными новые подробности трагических событий в Джонстауне. В поселке религиозной секты People's Temple, народный храм в Гаяне. Несколько дней назад в Джонстауне, куда можно добраться лишь по воздуху или по воде на двух самолетах, прилетели около десятка людей, которых возглавлял конгрессмен Лео Райен. Его целью было помочь нескольким жителям поселка, которые давно жаловались через родственников или знакомых, что с ними грубо обращаются, не разрешают покинуть территорию общины. На взлетной полосе, когда Райен и его спутники, среди которых было несколько беженцев из поселка, собирались улететь, по ним открыли огонь. Конгрессмен, три репортера и один беженец были убиты. Дальше началось самое страшное. Стревоженный неизбежными расследованиями убийства группы американцев, обуреваемый своими бредовыми мыслями, главарь секты, преподобный Джим Джонс, приказал всем жителям поселка собраться у алтаря. После небольшой проповеди он сказал, что наступил час покинуть этот мир, чтобы встретиться в другом месте. Неделя номер 47 за 1978 год. Трагедия белых ночей. Мелор Туруа. Преподобный отец. Бывали раньше в истории человечества аналогичные случаи массового самоубийства? Спрашивает телевизионный обозреватель католического пастора и профессора теологии. Пастор задумывается. Наступает тягостная минута молчания. Она кажется бесконечной на телеэкране, где все обычно происходит с головокружительной быстротой. Наконец он поднимает глаза, неуверенно и как-то смущенно смотрит в объектив, хрустит суставами пальцев и негромким голосом отвечает. История знает случаи массового самоубийства в древнем Египте, в период раннего христианства, в мрачные годы средневековья. Но я не могу припомнить ничего такого, что хотя бы в отдаленной степени напоминало ужасную трагедию Джон Стауна. Телекомментатор и теолог молча смотрят друг на друга. Они словно оцепенели. Наконец первый приходит в себя. «Спасибо, преподобный отец!» Говорит он ломающимся, как у подростка, голосом. Затем, взяв себя в руки, уже хорошо поставленным баритоном обращается к многомиллионной аудитории, прильнувшей к телевизорам. А теперь давайте перенесемся в Джон Стаун. Давайте перенесемся в Джон Стаун и мы. Джон Стаун, небольшое поселение, названное так в честь его основателя, американского евангелического проповедника Джима Джонса, находится приблизительно в 122 километрах от Джорджтауна, столицы республики Гаяна, бывшей британской колонии в северо-восточной оконечности Южной Америки. Здесь, в прошлую субботу, 18 ноября, в результате ритуального массового самоубийства, погибло более 400 человек, среди которых 83 ребенка. Все они были гражданами Соединенных Штатов Америки. Джим Джонс из-под валь подготавливал самоубийственную вакханалию, подготавливал в течение всех 15 лет существования основанной им секты, кощунственно нареченной People's Temple, народный храм. Сейчас, после трагедии Джон Стауна, свидетели, молчавшие под страхом смерти, заговорили. Самоубийство было составной частью его философии. «Каждый, кто вступал в народный храм, не только подписывал пакт о самоубийстве, но неоднократно репетировал его под руководством самого Джонса», говорит один из бывших членов секты Тим Стоэн. «Он пускал по кругу какую-то жидкость коричневого или красного цвета и заставлял всех нас пить ее. Затем он говорил, что это был яд, и что в течение часа все мы умрем». Он предлагал нам в оставшееся время воздавать ему хвалу, молиться выпавшей на нашу долю чести, умереть за него. Час проходил, но яд не действовал. Тогда Джонс объявлял, что это была лишь репетиция, проверка лояльности. Проверка лояльности – знакомое словосочетание, поломавшее жизнь многим американцам, многих доведшее до самоубийства в эпоху маккартизма. Это сравнение напрашивается не случайно. По словам Дебор Блэки, в недавнем прошлом ближайшей помощнице Джонса, жизнь членов секты была настолько тяжелой, что самоубийство казалось не столь уж и страшным. Цветных членов секты Джонс стращал концентрационными лагерями, которые якобы покроют всю Америку в результате скорого фашистского переворота. Стращал их судом линча и горящими крестами куклу-склана. Белым членам секты Джонс говорил, что все они занесены в проскрипционные списки ЦРУ, которая охотится за ними и рано или поздно схватит их, подвергнет пыткам и убьет. Да, полуправды и истины логически переплелись в проповедях Джонса. Питали друг друга, приближая трагическую развязку. Репетиции массового самоубийства продолжались. Со временем они все более учащались и вскоре стали проводиться еженедельно. Джонс называл их белыми ночами. Какая жуткая кошмарная насмешка, похожая на кривую ухмылку Мефистофеля. К пугалам расистов, линчевателей и рыцарей плаща и кинжала прибавились и джентльмены удачи. Джонс запугивал всю свою паству угрозой надвигающейся высадки наемников, которые, дескать, переживут все население Джонстауна, и вновь полуправды и истины логически переплетались в проповедях пророка. Ведь в Латинской Америке наемники Янки не привидение, а зримая реальность. Вспомним хотя бы Никарагуа. Белые ночи начинались с раннего утра, начинались с объявления чрезвычайного положения. Поселок просыпался от души раздирающего воя сирен и истерических завываний Джонса, обычно вещавшего по громкоговорителю, не менее пяти часов в сутки, а в белые ночи по существу непрестанно. Вооруженная охрана, около пятидесяти человек, обходила одну за другой хижины и сгоняла население в центр поселка, носившего название Аудиторум, где под навесом стоял трон Джонса. «Наемники приближаются к народному храму. Нас ждет неминуемая смерть», — кликушествовал пророк. Несчастные выстраивались покорно в длинные очереди за стаканчиком яда. Причем никто не знал, была ли это очередная проверка лояльности или настоящая вакханалия массового самоубийства. Детей и женщин, как на тонущих судах, пропускали вперед. После отбоя к микрофону вновь подходил Джонс. «Следующая белая ночь будет последней», — угрожающе гремел его голос, разбивая как зеркало тишину тропических ночей. «Белая ночь» 18 ноября 1978 года стала последней для четырех сот с лишним членов секты и ее главаря Джима Джонса. Все было как во время репетиции. Все за исключением того, что в подкрашенный лимонад «Кул Эйд» был подмешан цианистый калий. Длинные, грубо сколоченные деревянные столы, за которыми обычно проходят загородные пикники, были установлены, уставлены разноцветными кувшинами из пластика, наполненными дьявольским лимонадно-цианистым коктейлем. Наблюдая эту картину по телевидению уже после самоубийства, нельзя было не содрогнуться. Валяющиеся на земле лицом вниз сотни трупов и веселые разноцветные кувшинчики и бидончики на деревянных столах. Как и во время репетиции, начались детей. Большинство принимало яд добровольно. Тех, кто пытался сопротивляться или бежать, вооруженная стража силой возвращала к столу тайной вечери. Наиболее упорствовавших пристреливали. Люди умирали в страшных конвульсиях, промучившись пять-десять минут. Умирали под аккомпанемент последние проповеди Джонса, воспевавшего красоту умирания и обещавшего скорую встречу и воссоединение на небесах. Травили не только людей, но и собак. Согласно показаниям очевидцев, последними словами пророка были «мач, мач, мач», повторявшиеся многократно. Он обращал их к своей жене, принявшей яд. Погиб и его сын. Второй сын уцелел. Он в тот день, на счастье, отправился в соседний поселок играть в баскетбол. Позже местные власти и сотрудники американского посольства обнаружили тело Джонса неподалеку от алтаря с пулей в голове. На деревянных столах все еще стояли недопитые кувшины с цианистым лимонадом. Было обнаружено также около миллиона долларов наличными, значительное количество золотых слитков, пачки казначейских билетов, чеки социального обеспечения и более 800 американских паспортов, а также целый арсенал военного снаряжения. Несколько слов о поводе, о том, что спровоцировало цепную реакцию массового самоубийства членов секты народного храма. Член Палаты представителей Конгресса США Лео Райен, демократ от штата Калифорния, с большой группой помощников, телевизионщиков и журналистов отправился в Гаяну. Как мы уже читали. Оставшиеся в штатах родственники Джоновской паствы, до которых доходили отрывочные сведения и леденящие кровь слухи о зверствах, тенивых в Джон Сауне, обратились к Райену с просьбой проверить их достоверность, а в случае, если они подтвердятся, помочь им вернуть домой попавшую в беду, в тенёта религиозного фанатизма близких. В пятницу 17 ноября группа Райена приземлилась на небольшом зафрахтованном самолёте на аэродроме Порт Кайтума, маленького городка, расположенного недалеко от Джон Стауна. Здесь с Райена встретили представители секты. По совету своих адвокатов, Лейна и Гарри, они согласились запустить группу Райена в Джон Стаун. Сначала ничего не предвещало трагедию. Райен заночевал в Джон Стауне. В субботу утром он продолжал свою инспекцию. И опять до поры до времени всё обходилось без особых инцидентов. Райен даже произнёс речь перед собранием сектантов, в которой заявил, что ему редко доводилось встречать даже в Америке столь счастливых людей, в столь счастливых обстоятельствах. Но плотина всё-таки дала течь. Около двадцати членов секты, поборов страх, признались конгрессмену и журналистам, что хотят вернуться домой, что жизнь в колонии невыносима. Райен потребовал у Джонса, чтобы он разрешил жалобщикам покинуть храм. Тут всё и началось. Джонс ударился в истерику, спал в транс. Затем один из его помощников приставил горлу Райена нож. Адвокату Лейну с трудом удалось отговорить его от убийства. Стало ясно, что самая пора поскорее по добру, по здорову убираться от счастливого, в кавычках, Джонсауна. Райен, его спутники и сектанты, решившие покинуть храм, отправились назад в порт Кайтума, где на взлётной площадке их поджидал 19-местный ДХ-6 и 5-местный Кассена. Райен решил переправить Джонс таун в первую очередь сектантов, считая, что опасность грозит именно им. Началась посадка, и вдруг один из сектантов по имени Лэри Лейтон выхватил пистолет и открыл стрельбу по другим пассажирам. Тяжело ранив двух, он выскочил из самолёта и скрылся. В суматохе Райен и его спутники не заметили, как на взлётную площадку выехал грузовой автомобиль и трактор с прицепом. Из них выскочили люди, вооружённые полуавтоматическими ружьями. Раздались выстрелы. Райен, корреспондент, корреспондент телекомпании NBC, Дональд Харрис, фоторепортер газеты Сан-Франциско, Экземинер, Экземинер, Грегори Робинсон и одна из беглянок, Патриция Парк, были ранены. Остальные бросились в рассыпную. Одни побежали в джунгли, другие пытались прятаться за колёсами фюзеляжа самолётов. Нападавшие вновь погрузились в машины, подъехали поближе и в упор выстрелами в головы добили раненых. Паниковавшие лётчики рванули в небо, оставив живых, раненых и мёртвых на опустевшей взлётной полосе форт Кайтума. Всё вышеописанное я излагаю не по газетам. Всё это я видел собственными глазами. В группе Райена был и оператор NBC Боб Браун, который не переставая снимал всю сцену налёта на порт Кайтума. Снимал до самого последнего мгновения, пока его не достигла пуля убийцы-фанатика. Камера ещё наворачивала плёнку, когда её хозяина пристреливали. Это трагическое обстоятельство придавало какую-то сверхреальность и без того жуткому сюжету. На телеэкране не играли в убийства. Что здесь происходит Тхула суточно, а убивали на самом деле? Вот Райен пожимает руку пилоту. Это его последнее рукопожатие. Вот Харрис затягивается сигаретой. Это его последняя затяжка. Вот Робинсон делает снимок своим Никоном. Это его последний кадр. На завтра его опубликуют во всех американских газетах. Вот подъезжают грузовики, и соскочившие с них люди открывают стрельбу. Изображение начинает дёргаться, коситься, невольно хочется крикнуть «Рамка!» и, наконец, обрывается вместе с жизнью Боба Брауна. Это его последний сюжет. Когда убийцы возвратились с аэродрома в колонию и доложили Джонсу о результатах операции, последнего охватила паника. Выслушав донесения своей зондеркоманды, Джонс приказал всем жителям колонии немедленно собраться в аудиториуме вокруг его алтаря. Операция «Белая ночь» началась. «Мы все должны покончить жизнь самоубийством», говорил Джонс в своей паспе. Какая-то женщина в толпе запротестовала, ее пристрелили. Свет на Лейн и Гарри упрашивали пророка одуматься и отменить решение о массовом самоубийстве. К ним приставили двух стражей с автоматами, а затем отвели в сторону Бараков. «Мы все умрем!» «Как это благородно! Как это прекрасно!» говорили стражи два молодых парня пожилым адвокатом. Из разговора с ними Лейн и Гарри поняли, что смерть не обойдет и их. К счастью, один из стражников по имени Чарльз был еще в Сан-Франциско клиентом Лейна. Последнему удалось уговорить его. «Ведь должен же кто-то поведать миру о том, что здесь произошло», сказал Лейн. «И то правда», ответил Чарльз. Стражники показали адвокатам дорогу из лагеря. Через холм в джунгли распрощались с ними и направились к месту, где начинался ритуал самоубийства. 12 часов просидели Лейн и Гарри под проливным дождем в джунглях, прислушиваясь к выстрелам и душераздирающим крикам, доносившимся из народного храма в ту далеко не белую ночь. По иронии судьбы или, если угодно, по тем же законам сопряжения, адвокат Марк Лейн, автор известных книг об убийствах президента Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, книг, в которых он доказывает, что и тот, и другой стали жертвами организованного заговора, они пали от рук убийц-одиночек. Совсем недавно, накануне поездки в Гаяну, Лейн вновь давал показания на сей счет в комиссии палаты представителей о покушениях. Есть в Конгрессе США и такая комиссия. Весь о массовом самоубийстве Джонстауни и об экзекуции в Порт Кайтума потрясла даже привыкших к виду крови, свыкшихся с преступностью американцев. Сообщения об этой трагедии вытеснили с экрана в телевидении из первых газетных полос все остальные новости. Как? Почему? вопрошают растерянные дикторы и обозреватели. Но ответов на эти вопросы никто не ищет. Или, если ищет, не в том направлении. Социальные корни трагедии Джонстауна не обнажаются. Политические связи самого Джонса затушевываются, отрицаются. Мистика вытесняет реальность по всему пропагандистскому фронту. Средством информации это выгодно, завлекательно, властям удобно, отвлекательно. Джонс того света помогает и тем, и другим. первые зарабатывают на нем деньги, вторые алиби. Джим Джонс появился на западном побережье Америки 15 лет назад, уже будучи довольно известным проповедником, приобретшим имя и славу еще в Индианно-полисе, штат Индиана, где он основал так называемую христианскую ассамблею Божьей Церкви. В течение некоторого времени Джонс проповедовал в местечке Юхья, Северная Калифорния. Здесь он заложил свой первый народный храм. Когда число храмовников резко увеличилось, а влияние Джонса возросло, он перенес свою штаб-квартиру в Сан-Франциско на Герри-стрит. Было это в 1970 так началось феерическое восхождение к высотам власти и политического влияния индианского паренька-фермера, ставшего сначала волшебным исцелителем, а затем вполне реальной силой в калифорнийских и даже общенациональных масштабах. К Джонсу, опытному демагогу, обладавшему незаурядными ораторскими способностями и хорошо изучившему социальную среду своей паспы, со всех концов страны стекались так называемые дрифтеры, обездоленные и сбитые с понтолыку люди, кочующие по Америке без руля и витрил бродяги хиппи, уголовные преступники, религиозные фанатики, безработные негры, ветераны вьетнамской войны, короче дно и накип общества равных возможностей, в кавычках, осознавшие невозможность утвердить это равенство, добиться его, а посему ударившиеся с отчаяния кто в бандитизм, кто в мистику. Впрочем, лишенная всех подлинных гражданских прав и свобод, паспо Джонса обладала формально одним правом, правом голоса, и именно из него Джонс стал чеканить свой политический капитал. Вскоре в народный храм на Герри стрит стали наведываться такие важные персоны, как губернатор Калифорнии Браун, претендующий на кресло президента США, мэр Сан-Франциско Джордж Москоун, мэр Лос-Анджелеса Томас Брэдли, вице-губернатор Калифорнии Мервин Даймели и другие капитаны мира, политики и бизнеса. Разумеется, в народный храм их влекли не мистические откровения Джонса, а его способность поставлять голоса избирателей и организовывать успешное предвыборное шоу. Именно с помощью Джонса Джордж Москоун стал мэром Сан-Франциско в 1975 году. Благодарный мэр не остался в долгу. Он назначил пророка главой департамент жилищного строительства Сан-Франциско, дав ему, так сказать, шанс строить рай на земле. И Джон с этим шансом великолепно воспользовался. Он приобрел недвижимость Сан-Франциско, Лос-Анджелеси и Мендукино на несколько миллионов долларов. Сейчас мэр Москоун говорит, что его тошнит, что его душат слезы, что он отрекается от Джонса. Впрочем, Москоун далеко не единственный американский политический деятель, который пытается сейчас отмежеваться от превратившейся в опасную обузу тени Джонса. Правительство Гаяны предало гласности весьма любопытный документ, своеобразный каталог характеристик благочестия и кучи других добродетелей, коими якобы обладал Джонс. Среди авторов этих характеристик вице-президент Мондейл, министр здравоохранения, образования и социального обеспечения Калифана, сенаторы Герри Джексон, Уоррен Магнессон, Майкл Гравелл и добрая дюжина конгрессменов. Все они подобно Москоуну отмеживаются от Джонса, характеризуя свои связи с ним исключительно как следствие, а некоторые делают вид, что вообще не слыхали о нем. Но вернемся к прерванному рассказу. Джин Джонс, торговавший когда-то обезьянами, чтобы поддерживать свою конгрегацию в Индианополисе, торгуя голосами избирателей и прихожан, приобрел огромную власть. Его с оттенком восхищения называли политическим худейцником. Казалось, ничто не угрожало карьере Джонса, ничто не могло остановить его дальнейшее восхождение к вершинам пирамиды власти. Его назначают главой комиссии штата по защите прав человека. Спустили волка в овчарню. В знаменитой долине красного дерева в 100 милях от Сан-Франциско он возводит себе прибежище на случай ядерной войны. Закупив 27 тысяч акров земли в Гаяне вымогают у своих прихожан 5 миллионов долларов и, наконец, объявляет себя новым воплощением инкарнации Иисуса Христа, хотя последний, согласно Библии, денег не вымогал и недвижимостью не обзаводился. Правда, это было давно и неправда. В современных Соединенных Штатах Христу пришлось бы весьма туго, без долларов, землисты и влиятельных дружков администрации, включая Фонтия Пилата. И, тем не менее, голос закачался. Закачался под тяжестью бурно прогрессировавшей паранойи, неутолимой жажды на живые власти, ради которых он все чаще и во все возрастающих масштабах переступал грани закона, превращая свои церкви и колонии в концентрационные лагеря, камеры пыток, в ад на земле, всяк, входящий в который прощался с любой надеждой, а зачастую и с жизнью. В печати, в частности, в журнале Нью Вест и газете Сан-Франциско Экземинарс, начали появляться разоблачительные материалы, в которых рассказывалось о произволе чинилом в народных храмах Джонса. И Джонс решил перебазироваться в Гаяну, на, так сказать, заранее подготовленные и глубоко эшелонированные позиции. Трагедия белых ночей в Гаяне отнюдь не завершилась массовым самоубийством в прошлую субботу. Волны этого ужасного человеческого землетрясения продолжают накатываться на Соединенные Штаты. От беломраморного Капитолия, где заседает Конгресс США, до подозрительных вертепов и замаскированных под конгрегацией тайных фанатических общин, где обретаются рассеянные по Америке члены народного храма. Комиссия Палаты представителей по международным делам объявила, что приступает к расследованию всех аспектов преступления в Джонстауне, включая поведение Госдепартамента и Американского посольства в Гаяне, председатель комиссии конгрессмен Клемен Заблотски торжественно клянется, что доведет до конца дела, начато его коллегой Райеном. Правда, он неслит оговориться, что это расследование начато не для того, чтобы указывать на кого-либо пальцем, а для чего же, чтобы жаткнуть пальцами уши. Американское посольство в Гаяне, Госдепартамент в Вашингтоне, мэрию в Сан-Франциско атакуют телефонными звонками и засыпают телеграммами близкие и родственники членов секции в Джонстауне. Живы ли еще они? Где они? В числе жертв массового самоубийства или в числе пропавших без вести в джунглях. Душераздирающие сцены разыгрываются у железных ворот бывшей синагоги на Гере стрит Сан-Франциско, где находится штаб-квартира народного храма. Люди ждут вестей из далекой Гаяны, питаемые одной надеждой, слабой, как мутный кофе, а жрецы храма наглухо забаррикадировались. В джунгли все еще не поведали тайну пропавших без вести, хотя их прочесывают гаянские военные подразделения и просматривают с воздуха американские журналисты. Из нескольких сот человек, бежавших в тропические леса, обнаружено пока 70. Здесь опасаются, что остальные могли оказаться жертвами ядовитых змеи и насекомых, рыб, людоедов, пирани, хищных зверей. Существует и другая более правдоподобная версия, что в джунгли бежало куда меньше количества людей, что так называемые пропавшие без вести были уничтожены еще до массового самоубийства. Эта версия подкрепляется следующим соображением. Среди отправившихся почти нет пожилых людей, а американское посольство в Гаяне перепроводило джунтаун чеки социального обеспечения для престарелых в среднем на 200 человек. Представитель Госдепартамента заявил, не исключено, что престарелых членов секции пристреливали, а их чеками пользовались другие. Да, трагедия белых ночей в Гаяне пока далека от финала, и волны этого ужасного человеческого землетрясения все еще продолжают накатываться на Соединенные Штаты. В различных частях Америки люди, когда-то принадлежавшие к секции народного храма, со страхом ждут возмездия фанатиков. Джонс заплатил огромные суммы наемным убийцам, чтобы они после его смерти мстили отступником. Полиция Сан-Франциско просто физически не в состоянии выделить охрану для всех, кто требует защиты властей. Так называемый Центр Человеческих Свобод в Беркли, штаб-квартира отколовшихся последователей Джонса находится под круглосуточным надзором полиции. Затравленные в конец люди не верят уже ни во что, даже в смерть Джонса. И последнее особенно. пока его смерть не будет удостоверена путем сравнения отпечатков пальцев рентгеном или каким-либо иным путем не допускающим ни малейшей ошибки. Мы не поверим, что Джим Джонс погиб в Гаяне. У него всегда были двойники и он очень ловко пользовался ими. Заявили их представители на пресс-конференции передававшиеся по телевидению. Существуют опасности иного рода. Власти не исключают возможности того, что оставшиеся в штатах члены народного храма могут повторить обряд массового самоубийства. Подобные опасения не лишены оснований. Так в Джорджтауне одна женщина, узнав о смерти Джонса, перерезала горло трем своим детям, а затем наложила руки на себя. В субботу 18 ноября в Джонсауне разразилась трагедия белых ночей. В четверг 23 ноября Америка справляла День Благодарения. Резали индеек, устраивали карнавальные шествия с участием Микки Мауса, Дональда Дака и других героев диснеевских мультипликационных лент. Возносили к небу благодарение за что? За густую, как химические чернила ночь поздней осени. Но как уверовать в эту спасительную темень? Как уверовать и успокоиться, когда здесь, в Америке, любая ночь может оказаться белой, как смерть? будет будет в церкви. Вначале оторвали людей от церкви, заманули в секты, отторгли от святого причастия, его дьявол причащает уже своим причастием и ведет пропасть ада. Вот до чего доводит враг душ человеческих, отторгая человека от церкви. херувим, который раньше назывался осеняющим херувимом, Дениса, сын Зари, превратившийся в злобного демона, решивший устроить на земле свое царство. Его называл Христос, князь мира сего. Решив устроить свое царство, он избрал для себя людей, и боевым авангардом является для него масонство. Вот как виделся этот демон русскому поэту Лермонтову. Печальный демон в дух изгнанья летал над грешной землей и лучших дней воспоминания при дни теснились ополпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой лаской привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечной туманы познания жадной он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творенья, не знал ни злобы, ни сомнения, и не грозил ему его веков бесплодных ряд унылый и много-много и всего припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал в пустыне мрака без приюта, во след за веком век бежал, как за минуты и минуты однообразной чередой, ничтожной властвой землей, он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Я тот, которому внимала ты в полуношной тишине, чья мысль душе твоя шептала, чью грусть ты смутно отгадала, чей образ видел во сне. Я тот, чей взор надежды губит, я тот, кого никто не любит, я бич рабов моих земных, я царь познанья и свободы, я враг небес, я зло природы, и видишь, я умок твоих. Лишь только я тебя увидел и тайно вдруг возненавидел бессмертие и власть мою, я позавидовал невольно неполной радости земной, не жить, как ты, мне стало больно и страшно розно жить с тобой. Ой, если б ты могла понять, какое горькое томление всю жизнь, века без разделения и наслаждаться и страдать. За зло похвал не ожидать, ни за добро без награждения. Жить для себя, скучать с собой и этой вечной борьбой без торжества, без примирения. Всегда жалеть и не желать, все знать, все чувствовать, все видеть, стараться все возненавидеть и все на свете презирать. Лишь только Божие проклятие исполнилось с того же дня природы жаркие объятия навек остыли для меня. Семело предо мной пространство, я видел брачное убранство светил знакомых мне давно, они текли венца и злата, но что же прежнего собрата не узнавало ни одно. Изгнанников себе подобных я звать в отчаянии стал, но слов и лиц и взоров злобных увы я сам не узнавал и в страхе я взмахнув крылами помчался, но куда, зачем, не знаю. Прежними друзьями я был отвергнут, как Эдем мир для меня стал глух и нем. По вольной пихоти теченья так поврежденные ладья без парусов и без руля плывет не зная назначенья. Так ранний утренний порой отрывок тучи громовой в лажурной вышине чернея один нигде пристать не смея летит без цели и следа Бог весть откуда и куда. И я людьми недолго правил, греху недолго их учил, все благородное бесславил и все прекрасное хулил недолго. Пламень чистой веры легко навек я залил в них, а стоили трудов моих одни глупцы да лицемеры. И скрылся я в ущелье гор и стал бродить как метеор во мраке полночи глубокой и мчался путник одинокой обманут близким огоньком и в бездну падая с конем напрасно звал и след кровавый за ним велся по крутизне но злобы мрачные забавы недолго нравились мне в борьбе с могучим ураганом как часто подумая прах одетый молнией туманом я сумно мчаться в облаках чтобы в толпе стихии мятежной сердечный ропот заглушить спастись от думы неизбежной и незабвенное забыть что повесть тягостных решений трудов и бед толпы людской грядущих прошлых поколений перед минутой одной моих непризнанных мучений что люди что их жизнь и труд они прошли они пройдут надежда есть ждет правый суд простить он может хотя судит моя ж печаль бессменно тут и ей конца как мне не будет и не сдремнуть в могиле ей она то ластится как змей то жжет и плещет будто пламень то давит мысль мою как камень надежд погибших и страстей несокрушимый мавзолей когда скажут вам обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям к шептунам и чревовещателям тогда отвечайте не должен ли народ обращаться к своему богу спрашивает ли мертвых о живых исайя 8 глава 19 стих но как часто еще ныне наблюдается что шептуны и шептуни в церкви молящиеся лечат молитвами шепчут что-то и когда им скажешь что же вы делаете ведь это же бесовская сила и слово божие категорически запрещает это они говорят мы же считаем достойно богородица отче наш нужно приложить много усилий и только опытные старцы монахи могли узнать что такие шептуны после своих молитв добавляют еще несколько слов которые они произносят про себя и о них святой Затаус говорит что если они призывают имя святой троицы то от них надобно бежать и вот что пишет Алтайская правда за 25 мая 78 года колдуны 20 века известнейшие во Франции гадальщики на картах и хрустальных шарах медиумы гипнотизеры и хироманты собрались на седьмой фестиваль ясновидцев в парижском отеле Шератон в огромном зале с притушенными огнями были расставлены десятки столиков отгороженных друг от друга ширмами из черной ткани расшитой звездами и каббалистическими символами столиками за которых восседали хироманты выстроились длинные очереди всего за 40 франков посетитель мог узнать свою судьбу у самого знаменитых магов за вечер ясновидцы успевали пропустить до 500 клиентов жаждущих заглянуть в будущее цель фестиваля квалифицированных мошенников заключалась в том чтобы привлечь внимание властей к профессии запрещенной со времен Наполеона и добиться ее полной легализации организатор фестиваля Патрик Ланно направил премьер-министру Франции письмо с требованием официально признать хиромантию законной профессии и ввести твердые расценки на гадания Как ни странно в настоящее время этот вопрос серьезно изучается в Министерстве внутренних дел Франции С 1968 число различного рода тирогеев и колдунов безбедно живущих за счет оккультной деятельности увеличилось во Франции в 4 раза и достигло 50 тысяч Обычное предсказание обходится клиенту в 100-200 франков желающих присушить приглянувшуюся девушку или вернуть утраченную любовь некоторые патентованные мошенники берут до 40 тысяч франков народы Европы капиталистических стран объединены в общий рынок коммунистические страны коммунистические страны совет экономической взаимопомощи какими-то невидимыми таинственными руководителями те же незримые руководители умами человечества заставят народы земли признать добровольное еврейство руководителями мирового государства хотя в начале еврейство осторожно и уклонится от этой чести будет действовать через правителей как бы христиан но христиан идущих на поводу незримом у еврейства таких как Картер Тетчер вот тогда и придет тот который так давно ждут евреи он придет и сберется на престол мирового правления усмирит анархию водворит порядок и путем ему известных мероприятий успокоит метущиеся народы и накормит их все это как бы чудом поразит народы и потому когда он объявит себя монархом все с восторгом признают его таковым после сего и разыграются конечные события мудро управляя народами антихрист после водворения порядка согласия и религиозного воздаст условия для того чтобы он был признан за Бога для этой цели он соберет вселенский восьмой собор об этом событии так говорится в книге того же Нилуса страница 103-104 такому вселенскому собору время быть только при всемирном царе и владыке ибо у него как такового и быть не может на то достаточное и может быть на то достаточная полнота и мера власти место тому собору и Иерусалим где в Господь наш распят ибо там на престоле восстановлено Соломонова храма и воссядет презренный как Бог выдавая себя за Бога на месте древнего Соломонова храма на священной горе Мария уже стоит мерзость запустения мечеть Амара посвященная Богу уже пророка Магомета звезде утренней шести и пятиконечной звезде Люцифера Деницы Богу лукаво и боязливо укрывшему себя единобожием Корана но приблизится час когда мечеть Амара должна будет уступить конечной мерзости запустения восстановленному якобы Соломонову храму посвященному не единобожию Магомета не аданаи Богу ветхозаветного Израиля Богу Моисея патриархов и пророков Мессии истинному а дракону змею древнему мрачному Богу еврейства Талмуд Торы Шулхан Аруха Кабаллы и чернокнижия волхвов магов и тиродеев уготовавших путь апокалипсическому зверю Антихрист примирив на соборе религиозное разномыслие народов воссядет в восстановленном храме Соломона и объявит себя Богом требуя себе божественного поклонения и почести имеющий уши слышит да слышит а пока идет форсированная подготовка под знаком пятиконечной звезды масонов знак этот и на флаге Советского Союза и в Америке и в других странах красный флаг по морскому коду означает на корабле ведутся работы со взрывчатыми веществами под знаком этого флага и звезды работают Киссинджеры и Сусловы направляя политику своих правительств с поста помощника президента и второго секретаря КПСС кто имеет уши слышать да слышит власть врага душ человеческих которому данное временное царство ныне прилагают громадные усилия чтобы в полноте выявить будете как боги всюду боги и наконец сядет как бог выдавая себя не за гения революции не за фюрера не за вождя Сталина великого отца и светоча не за солнца мао но прямо скажет я бог и нет иного а пока его притечи через сатанинскую организацию масонства доводят количество городов убить не до шести как при Иисусе на вине а до шестьсот шестидесяти шести всюду убийцы пути достижения царства обещанного евреем уже при конце власть и золото где золото там и власть поклонение золотому тельцу окончилось вахханалии ликования вот боги которые вывели нас из Египта тот же вдохновитель иудеев сатана ныне кричит вот Гитлер вот Сталин вот Мао вот Ленин они они вывели страну к победе они помогли сделать скачок в хозяйстве в пятилетках в промышленности золотой телец в банках евреев осеевает новых правителей в новых революциях ибо что значит успехи Никарагуа после свержения Самоса если долг американским евреям у них превышает тридцать с половиной раза весь национальный доход кто заказывает музыку Моисей разбил скрижали увидев отступление священства вместе с народом верный друг Моисея и брат его Арон был главным виновником отступления народа он не обличил не умер от взбесившихся соотечественников обличая их нет он робко молчал по творству языческому настроению необрезанных страсть египетских идолов беспутных как и сами египетские жрецы вскипела в тех кто ничего не делал чтобы выйти из рабства их дети погибали а они делали кирпичи посмотрите это же самое и ныне не совершается нас интересует то что приближает пришествие Христа Моисей был вместо Бога для Израиля для Аарона для священства Моисей исход 29 глава поставил Аарона и священство по чину Аарона Христос поставил апостолов по чину своему Мельщицедекову также явится Христос на землю но не с горы а с небес и слово которое он говорит оно будет судить нас Иоанна 12.48 горит гнев Господень на священство за то что не учили народ за то что участвовали в изготовлении тельца вместо тельца будет Антихрист телец был стерт так будет стерт и брошен Антихрист бедные Аароны куда они завели народ почему они не учили народ почему шли на поводу у князей мира у масонов скрылись за высокими оградами владыки плененного грехами будодействующего народа горе тебе Аарон спасительные скрижали разбиты во гневе осколки скрижали разорванного Евангелия взорванных храмов будут судить всех нас первый вопрос будет соблазнителем трусливым Аароном что вы сделали с народом с благодатью моей ради власти ради прибыли заполнили храмы оставшиеся звоном мамоны и нет исцеления и только плен страдания потеря храма гибель священства отрезляли народ не к этому ли все подошло только гонение антихриста раздавит порочную цепь мглы окутавшей церковь очень похоже что этот епископат исчезнет в грохоте космополитического внутрицерковного переворота который начнется извне но неужели нет никого из священства кто ныне обличил бы сильных мира сего обличил епископов слава богу хотя мало но они есть прочтем несколько выступлений которые были предприняты в последние десятилетия в православной церкви послание патриарху Алексею священников Николая Ишлемана служащего в храме Пресвятой Богородицы что в Лыщиковом переулке города Москвы Глеба Икунина служащего в храме Казанской иконы Божьей Матери в городе Дмитрово Московской епархии арестованного в конце 1979 года открытое письмо выдержки Ваше Святейшество плодом прилежных молитв душевной борьбы и тяжких раздумий явилось это письмо с которым мы принуждаемые христианской совести и пастырским долгом сошли необходимым обратиться к вам и в вашем лице к общей матери нашей русской православной церкви 21 ноября 1944 года вы произнесли исполненные духовной мудрости слова к несчастью оказавшиеся пророческими церковное управление твердо дотоле доколе мы остерегаемся переступить через рубеж правил церковных коль скоро переступим однажды к какому-либо произвольному рассуждению то уж трудно будет определить где тот предел далее которого нельзя идти один шаг через рубеж правил подвергает опасности многое и подает ревнителям повод к серьезным и основательным нареканием речи патриарха Алексея московской патриархии 48 год страница 93 и вот ныне горькой истиной очевидной для каждого человека любящего Христа его церковь стало то что русская церковь тяжело и опасно больна болезнь ее всецела от того что церковная власть уклонилась от исполнения своего долга отступив за тот предел далее которого идти нельзя великое обетование Христово сози жду церковь мою и врата ада не одолеют ее Матфея 16 18 русская церковь относит к себе как к части единой святой соборной и апостольской церкви вся тысячелетняя история ее вплоть до сегодняшнего дня является ярким тому свидетельством церковь неодолима для внешних и никакое давление извне не в силах препятствовать ее пути следования за Христом служением его истине но та же история нашей русской церкви равно как и любой иной отдельной поместной церкви учит нас что и в вопросах внутреннего устроения она бывает не свободна от ошибок она иногда возносится к небу иногда опускается в бездну иногда Христовой управляется силою иногда колеблется страхом иногда покрывается волнами страстей иногда всплывает на веслах исповедания все мы образующие ныне собою православную церковь русскую в особенности архипастыри ответственны перед Богом за те тяжкие нестроения которым она ныне подвержена поэтому следуя призыву вашего святейшества к архипастырям и приходским пастырям самоотверженно трудиться над очищением церковной ограды от всяких настроений накопившихся в ней по нашему неродению мы приходские пастыри русской православной церкви сочли невозможным долю умалчивать о тех шагах церковного управления за рубежи церковных правил которые подвергли опасности многое и стали источником всевозрастающей тревоги предметом постоянной заботы и поводом для соблазна и смущения всей вашей паствы сознавая свою духовную немощь и человеческое недостоинство мы долгое время ожидали что какой-либо ревнитель более достойным чем мы нарушит узы греховного молчания и обратится к вам и в вашем лице к соборному самосознанию русской церкви церкви ища в нем исцеление церковных недугов живholdом camper святейший образ христа изъявленного властно повелевает нам не откладывать доли и принять на себя бремя сего тяжкого долга. Опорой в этом служит нам упование на всемогущество Бога, который не только человеку, созданному по его образу и подобию, но бессловесные ослицы может дать власть остановить безумие пророка. И на стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражи, чтобы их взывали весь день и всю ночь, и до конца не примолкнут поминающие Господа Исайя 62-64. В возе почивойший патриарх Сергий оставил нам завет самоотверженно трудиться над освящением церковной ограды от всяких нестроений, накопившихся в ней по нашему нерадению. К этому же обязуюсь призвать всех чаят нашей православной церкви, наипаче же преосвященных архипастерей. Им все ведомы современные нестроения церковной жизни, ведомы и повеления апостола о внимании прежде всего себя, а затем и всему веренному стаду. Алексей, патриарх Московский, страница 110. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Около двух тысяч лет назад прозвучали слова Господа нашего Иисуса Христа, установившие должное отношение между религиозной и гражданской жизнью человеческого общества. Отдавайте кесарева кесарю, а Божию Богу. Эти слова Спасителя положили предел в призывании языческого государства на неограниченную власть над человеком. Духовная жизнь человека, его отношение к Богу, его мораль, определение его совести были навсегда изъяты из-под власти кесаря. Впервые в истории христианское учение провозгласило безграничную ценность человеческой личности. За человеком раз и навсегда было признано священное право на религиозную свободу. На этом основании Христова Церковь с первых дней своего исторического бытия всегда осознавала себя особым духовным царством, избранным от мира и подвластным одному Богу. Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий. Ныне в русской церкви создалось такое положение, при котором ни одна сторона церковной жизни не свободна от активного административного вмешательства со стороны Совета по делам Русской Православной Церкви, его уполномоченных и местных органов власти, вмешательства направленного на разрушение Церкви. Благоговея перед таинственным величием архипастерского сана, со страхом Божиим в сердцах своих, сознавая свое человеческое недостоинство, но тем не менее побеждаемое неодолимым требованием христианской совести, мы считаем своим долгом сказать, что подобное положение в могло сложиться лишь следствие попустительства высшей церковной власти, которая уклонилась от исполнения своих священных обязанностей перед Христом и Церковью в нарушении апостольского завета и явно сообразовалась свеку сему. Сугубая вина церковного управления состоит в том, что оно пошло по пути подчинения официальным устным распоряжениям, которое в нарушении гласного законодательства Совета по делам РПЦ избрал средством систематического и разрушительного вмешательства в жизнь Церкви. Телефонные распоряжения, устный инструктаж нигде не зафиксированные неофициальные соглашения, вот та атмосфера нездоровой таинственности, которая густым туманом окутала отношения Московской Патриархии и Совета по делам Русской Православной Церкви. Если духовный регламент Петра I, поставившего во главе Святейшего Сенота верующего мирянина-чиновника, вызвал законный протест христианской совести, затем большее возмущение не вызывает положение, при котором деятельностью Московской Патриархии негласно руководят чиновники-атеисты. Ваше Святейшество, мы вполне сознаем, что исключительная ответственность наших обвинений, но твердо уверенные в их искренности, за каждое из них мы готовы дать ответ перед судом Божиим. На основании своей пастырской практики мы твердо знаем, что Совет по делам РПЦ действительно вмешивается во внутреннюю жизнь Церкви, что он действительно осуществляется путем неофициальных устных распоряжений, что церковная власть этим распоряжением безоговорочно повинуется. Длинный ряд фактов подтверждает каждый пункт наших обвинений. Первое. Незаконная регистрация крестин и прочих треб. Можно ли представить себе, чтобы во дне апостольской проповеди, когда по слову первых учеников Христа крестились многие тысячи народа, перед совершением таинства избранные члены церковной общины по соизволению апостолов записывали всех желающих креститься, а потом передавали эти списки в руки римской или иудейской администрации. Греховность такого помысла очевидна. Между тем, как это не горько сказать, именно такое положение существует ныне в Русской Церкви и ее пастыри, циркуляром Вашего Святейшества 22-го 11-го 1964-го года за номером 1917, принуждают в долгом послушании архипастырскому слову, активно содействовать этому греху. Безоговорочное подчинение существующему беззаконию, к чему призывает циркуляр, ставит пастыри в положение доносчика на тех, кто вверил себя покровительству Матери Церкви. Дело в том, что за последние годы в подорвляющем большинстве приходов введен такой порядок, при котором таинство крещения совершается только после предварительной неизбежной регистрации. Каждый, желающий принять святое крещение и крестить своих детей, обязан предварительно предъявить свой паспорт представителю Церковного Совета, который регистрирует его или свидетельство о рождении по определенной форме. Сверх того, при крещении детей требуется непременное присутствие обоих родителей. Такой же незаконной регистрации подвергаются и другие требы венчания, причастия, причастия на дому, отпевания. Управление Московской Патриархии известно, что регистрации крестины и других церковных требций систематически просматриваются местными органами власти и до недавнего времени использовались антирелигиозниками для грубой травли крестившихся родителей, крестивших своих детей, венчавшихся и тому подобное. Их прорабатывали по месту работы или учебы, подвергали административному давлению, на них помещались карикатуры наравне с пьяницами, развратниками, бездельниками. Их имена нелестными комментариями склонялись в прессе и так далее. В настоящее время антирелигиозники продолжают использовать регистрации церковных треб, которые местные органы власти получают из рук церковных советов для идеологической борьбы с церковью и для незаконного вторжения в личную религиозную жизнь граждан. Управлению Московской Патриархии все это хорошо известно. Как известно и то, что практикуемый порядок регистрации крестин и других церковных треб противоречит христианской совести каноническому праву и пастырскому долгу, что он является вопиющим беззаконием и произволом, попирающим принцип свободы вероисповедания. Откуда же взялась эта практика? Где законы или хотя бы письменные распоряжения, церковные или гражданские, вводящие ее в жизнь приходов? Их нет. За последние 40 лет русская церковь пережила два периода массового закрытия храмов. В первый раз это было во время остановления культа личности Сталина, второй раз во время правления Хрущева. За короткий период 61-64 годов были закрыты тысячи православных храмов, закрыты вопреки желаниям верующих и в нарушение гласного законодательства без соблюдения предусмотренной законом процедуры. Может ли христианская совесть смиряться с этим? Таким образом, московская патриархия активно способствует этой беззаконной практике берет на себя тягчайший грех, порождая духовный соблазн и отталкивая человеческие души от спасительной благодати. Может ли христианская совесть оставаться безусчастной к такому вопиющему беззаконию? Закрытие храмов, монастырей, церковных школ. Разве священный долг архипастыря не повелевает ему полагать душу свою за овец стада Христова? Епископы обязаны были защищать храмы. Тем более, что гласное советское законодательство дает достаточно объективное основание для защиты храмов силою закона. Епископы имели полную возможность не только направлять протест верующих по законному руслу, но и сами ходатайствовать перед гражданской властью о пресечении беззакония. Пример такого епископа, как преосвященный Ермоген, архиепископ Калужский, на архипастерской совести которого нет ни одного закрытого храма, показывает, что там, где епископ проявляет достаточно мужества и усердия, в деле защиты своей паствы, беззаконие отступило. Десять тысяч закрытых храмов и десятки закрытых монастырей непререкаемо свидетельствуют о том, что Московская Патриархия не исполнила своего долга перед Христом и Русской Церковью, ибо только заручившись молчанием высшего церковного управления могли безбожники закрывать Божьи храмы. Если бы противники Церкви не были уверены в том, что Московская Патриархия откажется от законной защиты своей паствы, она никогда не посмела бы лишать православной общины законных прав на свое ритеральное существование. Таким образом, массовое закрытие храмов, монастырей и церковных школ непререкаемо свидетельствует о безоговорочном подчинении Московской Патриархии негласному диктату чиновников-атеистов, а сотни христианских душ на огромных просторах нашей Родины, лишенных церковного окормления, будут свидетельствовать перед Господом об этом беззаконии. В-третьих, фактическое прекращение треб на домах и панифит на кладбищах. Однако за последние годы в Русской Церкви установилась антиевангельская, бессердечная и незаконная практика принудительного удаления детей от церковной жизни. Выше мы уже писали о том, как незаконная регистрация крестин препятствует принятию детей святого крещения с детьми. Но это далеко не все. За последние годы полномоченные Советы по делам религии путем устных распоряжений епископам, настоятелям храмов и старостам церковных Советов запретили какое-либо участие детей и подростков до 17 лет в храмовом богослужении. Более того, во время великих церковных праздников милиционеры и дружинники зачастую вовсе не допускают христианскую молодежь в храмы. В некоторых епархиях под давлением уполномоченных Совета священнослужители отказывают детям в приобщении святых тайн. Все эти факты принудительного удаления детей от церкви являются грубейшим нарушением конституционной свободы совести и действующей в нашей стране гражданского законодательства. В силу этого Московская Патриархия имеет возможность на законном основании защищать религиозную свободу верующих детей. Это ли не долг пастырский? Однако в данном случае высшая церковная власть уклоняется от исполнения своего долга. Более того, вопреки негодующему предостережению самого Господа, Московская Патриархия участвует в бессердечной и незаконной практике, препятствующей детям приходить ко Христу. Вмешательство мирских начальников в постановление духовенства. Для отеческого руководства церковной жизнью, для таинственного служения божественному домостроительству ради хранения духовного воспитания своей паствы, Господь установил в Святой Церкви пастырскую иерархию. Сугубое значение пастыря в том, что он является проводником, а раздаятелем божественной благодати. Через пастырей спасительные дары божественной благодати изливаются на всю Церковь. Поэтому вмешательство мирских начальников в постановлении духовенства всегда рассматривалось Церковью, как величайшее, кощенство-дерзновенная попытка насилия над Святым Духом, по справедливости приравнивалось к симонии, гнусному приобретению священства за деньги и подвергалось строжайшему осуждению. Потому что нет ничего хуже того, кто божественную благодать, как вещь продажную, добывает за деньги или через мирских властей. Считаем некоторые правила, строго карающие за этот грех. Посему получившее священство через деньги или через власть мирских начальников, а равные преподания он и таким образом вместе с извержениями склира, совсем изгоняется из Церкви. Канонис Зонара, толкование на тридцатое правило святых апостолов. Решительно пресекая это великое нечестие и бережно охраняя Святую Церковь от проникновения в пастырскую иерархию нецерковных сил, правила святых славных и всехвальных посолов и святых вселенских семи соборов повелевают. Ащи, которые епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую церкви власть, да будет извержен и отлучен. И все сообщающие с ним, правило святых апостолов тридцатое, и всякое избранивое епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно. Правило третье, семидесятое Вселенского Собора. Авторитетнейший церковный канонист, патриарх антиохийский Феодор Вальсамон в своих толкованиях на это правило пишет. Правило дает постановление не об избраниях, совершаемых самими начальниками, а об избраниях епископов, происходящих по власти начальников, и об избраниях, то есть хератониях, пресвитеров или диаконов, происходящих по начальническому повелению. Итак, правило говорит, что хотя, по-видимому, они производятся архиереями, имеющими власть, но по елику происходят под давлением власти и по насилию, то должны быть недействительны и отменяемы. Таким образом, церковный канон категорически запрещает какое бы то ни было вмешательство гражданских властей и поставление духовенства. Однако в последние годы в русской церкви установилась такая тактика, при которой ни одна хератония во епископа, пресвитера и диакона не совершается без неизбежной предварительной санкции чиновников Совета по делам религии. Используя все те же испытанные методы негласного диктата, чиновники Совета всячески препятствуют рукоположению тех лиц, в которых Совет видит потенциальную силу, способную в дальнейшем противостоять беззаконным действиям безбожников, направленным на разрушение церкви. Руководствуясь этим принципом, чиновники Совета производят тенденциозный отсев абитуриентов духовных учебных заведений, лицемерно прикрываясь заботой о благе церкви, препятствуют рукоположению достойных ставленников, не имеющих духовного образования, не позволяют лицам, получившим высшее светское образование, отдать свои силы на служение Святой Церкви и так далее. Кроме того, Совет по делам в Церкви способствует проникновению в ряды пастырей и дальнейшему продвижению по службе лиц, нравственно неустойчивых, маловерных, а иногда беспринципных, способных служить злому делу, разложению церкви. А в подходящий момент, и вовсе отречься от Христа. Несомненно, такое вторжение чиновников Совета в Священную область Хератонии стало возможным только вследствие попустительства высшей церковной власти, которая ради угождения мирским начальникам допустила попрание церковной свободы. Пытаясь оправдать существующее положение, некоторые ссылаются на то место послания апостола Павла Кимофею, в котором Святой Апостол перечисляет достоинства, необходимые к кандидату для рукоположения, говорит, подобает ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеять дьявольскую. Приведенный текст ни в коей мере не может служить оправданием вмешательства чиновников Совета в постановление духовенства, ибо несомненно, что апостол Павел имеет в виду свидетельство внешних о доброй жизни ставленника, а не формальное удостоверение, причем внешних святой апостол отнюдь не отождествляет с властями, а имеет в виду непринадлежащих Церкви Христовой, верующих иудеев и еленов. Иметь свидетельство не значит, чтобы начало добыть форменное свидетельство от несвоих и представить своим, но чтобы избираемый воепископа пользовался доброй славой среди неверных. В каком отношении? Конечно, не по внешнему положению, но по своей известной доброй нравственности и житейским добродетелям. Епископ Феофан, толкование пастырских посланий святого апостола Павла, 1804 год, стр. 293. Подводя итоги всему вышеизложенному, должно сказать следующее. Противозаконная регистрация крестин, ставящая пастыри Русской Церкви, Церковные Советы, в положение доносчиков на тех, кто вверил себя покровительству Матери Церкви, массовая, так и хочется сказать масонская, закрытие святых храмов, монастырей и духовных школ, фактическое прекращение треп на дому и панифит на кладбищах, антиевангельская, бессердечная и незаконная практика принудительного удаления детей от Церкви, наконец, пагубное вмешательство в постановление духовенства, таковы горькие плоды и несомненное свидетельство безоговорочного подчинения Московской Патриархии, неофициальному устному диктату чиновников, атеистов. Увы, высшая церковная власть не исполнила своего долга перед Христом и Церковью, как писано у пророка, и было ко мне слово Господне, но Сын Человеческий, из реки пророчества на пастыри Израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырем, так говорит Господь Бог, горе пастырем Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, от кормных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они быстро без пастыря, и рассеявшись, сделали спищей всякому зверю полевому. Блуждает овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Почему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищи всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастыре и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Тайна беззакония в действии. Масонство, часть четвертая. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение, вторая, третья глава. Самая великая сила, которая препятствует масонству привести всемирного владыку, которого они провозгласят Богом, есть церковь Христова на земле. После падения царизма все силы брошены на то, чтобы разложить церковь Христову изнутри. И масоны, предприняв эту попытку, начали ее с мирян и с епископата, чтобы поставить таких, которые не заботились бы о деле Господнем, которые разрушали бы, сами не понимая того. Мы сейчас прочитаем несколько выдержек из книги епископа Михаила Канадского о том, как зарождалась эта страшная болезнь господства епископата и отделения его от мирян. Немного из книги отца Дмитрия. Вступление. В атеистических брошюрах можно прочитать, что православная церковь будто бы усиливает в последнее время пропагандистский напор на пасту. Но это обвинение – фикция. Наши священники спутаны по рукам и ногам неписанными инструкциями атеистического руководства. Буквально пикнуть не смеет в защиту дорогих им убеждений, не говоря уже о каком-либо напоре. К сожалению, гипноз страха, навеянный на церковников зверскими расправами 20-30-х годов, оказался стойким. Одни помалкивают страха ради иудейска, другие – от равнодушия. Иные же, из высоких соображений в кавычках, охранение церкви от репрессий светских властей, не замечая или же не желая при этом замечать того, что церковь, обязанная нести в мир правду христианства, герметизируется, выталкивается из живой истории, превращается в узкий кружок религиоманов. Именно этого и хотят атеисты. Отрезать церковь от жизни, запереть ее в храме, отделить от общества стеной страха и непонимания, и тему мертвить. Вот программа нашей антицерковной политики. В церкви стало душно, пришла пора распахнуть ее двери. Еще более необходимое – это всем нам, верующим и еще больше неверующим, силой отторгнутым от животворного источника христианской правды. Мгла разочарованности, безверия и цинизма с каждым днем все больше сгущается над нашим народом. Традиции, упорядочивающие жизнь, умирают, ничем не восполняясь, и человек остается одиноким и растерянным во власти непознаваемых злых стихий. Никакие рзацы не помогают. Изны рушатся один за другим, не оставляя в душе ничего, кроме горького вкуса пустоты. Известный вопрос – кто мы, откуда, куда мы идем? И душа жаждет ответа. Эпископа Михаила. Читаем. Это была борьба прежде всего за церковный народ, за права народа, сделанное церковным против надвигающегося папства и властного, хранящего варис благодати епископства. Речь идет о Никоновском разделении. И борьба за право священца против преувеличенного авторитета того же епископства. Мне скажут, что я ошибаюсь, преувеличиваю. Да по правде сказать, я думаю, что борьба за народную веру против патриаршей веры была выражением все той же борьбы за место в церкви для народа. Великий честолюбец, желающий поставить в церкви волю свою на то место, где должна быть воля только Христа, пытается провести в русскую жизнь принцип папства. Папское начало, что в церкви Христом вся полноца церковного строительства передана епископству. Оно епископство и есть церковь, правящая и учащая в них все, а между ними один, властный, как сам Христос. Церковная реформа, пересмотр книг был средством заявить о нарождении этой полномочной церкви власти и епископства. А внешним выражением, естественным и даже вопреки нашему прежнему мнению по-своему осмысленным, по-своему и целесообразным, была эта преувеличенная пышность. Десятки литр, новые титулы и новые кареты. Сейчас жигули, чайки. Против этого внешне легкомысленного и внутренне серьезного опасного, в сущности антихристианского течения, выступили первые ревнители старообрядчества. Когда в вакуум обвинял митрополита Илариона за то, что он ездит как девка в своих расписных каретах, он возмущается не против личной суетности владыки. И не для того, чтобы кольнуть его, он напоминает, что святые в каретах не ездили. Он говорит в сущности против нового начала, какое было скрыто за этими новыми архиерейскими каретами. Пока церковь состоит из всего народа, она хранит всю правду Евангелия. Она не может спать ни в грех злой косности, ни в грех такой же злой ломки народных верований. Не может и забыть совсем землю кровью Христа политую. Но раз епископство захочет отделяться от народа, для тела церковного наступает великая смертная опасность. Это написано до революции. Но нет ли этой угрозы настоящего момента? Оглядываясь на настоящее, в каком отношении стоят друг к другу епископ и священник? Нет сомнения, что дело не дошло в старообрядчатстве до того, до чего оно дошло в Синовской церкви. Священники не стали бесправными и безгласными холопами архиерейскими. Теперь они давно уже стали, и более даже, чем на обрядчатской церкви. Поясняем. Кое-где есть яркое и ясное и живое сознание того, что священник-помощник и соправитель епископа, что епископ ничего не должен делать без голоса своих сослужителей. На соборе изгнаны священники, лишенные решающего голоса. Отодвинуты миряне. Священники в некоторых моментах даже не имеют права входа в зал совещания. Это ненормально и неканонично. Прочтите книгу Лехницкого о древних русских соборах. Священники, игумены, архимандриты на русских соборах подписывают деяния наравне с епископами и не в качестве заместителей своих епископов. В вопросах суда эта ненормальность особенно ясно обличается памятниками первых веков. Апостольские постановления. Книга, за некоторыми подложными местами, принадлежащая второму веку, описывает производство суда в первые века христианства. Суд этот производится предсвитерством и с правом решения, а не в виде совещания. Да иначе и не может быть. Если священник ничего не делает без воли епископа, то и епископ не должен ставить свою волю деспотически над священнической волей. По памятнику второго века канона церковная, даже дары чести, награды епископам определяются судом предсвитеров. От него зависело даже признать ли данный какой-нибудь древний собор завселенский или разбойничий. Смотрите книгу Аксакова. Духа не угошайте. Я замечаю, что эту роль народа тоже думают погасить или ослабить. То, что сделал Никон и знание народа из церкви, в слабой степени начинает повторять и у нас. Это одна сторона дела. Но в ней не все. Уход епископов на Олимп, отделение епископства от народа, необходимо влечет целый ряд пагубных последствий. Епископат монашеский, в несемейной и доизвестной степени внежизненный, химнически грозит сужением широкого церковного дела, перенесением всех интересов церкви в плоскость чистого аскетства, отрешенную от общественных интересов. Сенотская церковь признала земную жизнь и интересы труда, интересы равенства, не подлежащими своей охране, и с прислужничества сильным. Древняя Вселенская, в силу своей очередной исторической задачи, вынуждена была до известной степени перенести центр церковного внимания к интересам, лежащим вне суеты дня и суеты улицы. Епископат, отделяя себя от мирян, способен остановиться навсегда на это чистовременно и с исторической точки зрения, не замечая, что интересы христианской правды на земле, торжество Христово дело, требует проповеди, близкой к болям земли, организующей землю, Царство Божие. Требует того, что так ярко и сильно понимал святой Иоанн Златоуст. Епископы взяли в свое единоличное хранение церковное строение, но в силах ли они без народа церковного охватить всю полноту церковной истины? Не станет ли хранимая или истина необходимо узкой и односторонней, внежизненной, мертвой, односторонней, астетической? Идеал, отрицающий мир, игнорирующий его скорби, его падения и подъемы, постоянно требующий новой педагогики. Необходимый вывод и стремление епископов двигаться к властности, к папству, к образованию церкви, учащей, в отличие от церкви, слушающей. А в христианской церкви нет разделения на две церкви, есть единая, где епископы народ не раздельны в теле Господнем. Будущее зависит от того, во-первых, сумеет ли церковь восстановить веру в величие и силу церкви, в ее вечном продолжающееся творчество жизни, и определит ли оно, как должно отношение народа и священства. Но теперь, когда свободу охранять не приходится, когда внести церковь как будто свободно, теперь-то для нее и ставится великое испытание, великий вопрос, жизненнее ли она, сильнее ли церкви, гонящей, внутренне мертвой. Но та же охранительность, нежелание даже на шаг двинуться от вчерашнего становится опасной, когда старую букву ставят выше воли на личной церкви, в которой вечно живет и действует Дух Святой. Когда церковь боится обсуждать о том, о чем в той или другой ветхой книге сказано то-то и то-то. Робость по отношению к букву может довести до того, что церковь совсем откажется от обязанности направлять жизнь в тех случаях, когда она требует нового, живого слова. Я укажу для примера Святой Василий Великий дал несколько брачных канонов, касающихся, например, пролюбодеяния жены и мужа. По его канонам муж нарушает всеверность, неизмеримо менее виновен, чем жена. Сам Василий Великий сознавал, что его канон несправедлив, не соответствует христианскому пониманию брака, но считал невозможным лучший канон по условиям времени. Григорий Богослов называл такие каноны, составные по нужде, приспособительные гражданскому языческому праву, неполезными и несправедливыми. Неужели же, спрашивается, этот канон вечен и не может быть улучшен? Ведь такая точка зрения прежде всего неугодна хотя бы тому же святому Василию, который, конечно, желал бы, чтобы со временем его, по его сознанию, несовершенный канон стал совершеннее. А в церкви легко развивается эта точка зрения. Сказано, и мы, церковь, бессильны сказать иначе. Но ведь это и есть неверие в церковь. А это уже не смелость угрожающая, страшная. При ней, повторяя, убивается возможность для церкви следить за каждым явлением жизни и выносить по нему свой суд. Важно, чтобы церковь считала себя в праве рассматривать каждый вопрос и решать его, не связывая себя, безусловно, вчерашней буквой, а свободна, как власть полномочная, такая же сильная, как и церковь на каком-нибудь соборе. Как она решит, это ее дело. Но боясься дать новое решение, новый канон, недостойно церкви. В силах ли неверующая в себя церковь выявить учение веры и учение о жизни и быть так, как требует религиозное сознание верующих? Церковь не смеет изменить букву в том, чем владеет сейчас, говорю я. Это отречение церкви от самой себя от вечно пребывающей силы Духа Божия в ней. Но обессилевшая церковь может бояться не только что-нибудь изменять, она может бояться и вообще что-нибудь говорить, такое, что не говорили предки вчера и 20 лет назад, хотя бы это говорила церковь еще тысячу лет назад. В сущности, когда и что говорить, что говорит теперь церковь? Ничто не мешает, повторяю, чтобы слово в церкви о жизни было свободным и христианским. Церковь не должна быть связана дарами донайцев, подачками государства, и свобода в слове и мысли своей. И значит, может говорить то, что подсказывает Христос. Отчего же она молчит? Пусть ее извиняет то, что она еще не оправилась после долгого внешнего плена, но пора и оправиться. Отказ от всякого влияния на жизнь может стать наконец и преступлением. Мир побеждает, говорит Хомяков, и строит только плотник из Назарета, а мы его помощники. Если бы основы церковной жизни были проведены в жизнь, мир был бы побежден. Божественное назначение церкви не ограничивается только небом. Церковь, идя на небо, не минует, не перескакивает с земли. Божественное назначение церкви состоит не только в том, чтобы спасать души и совершенствовать личное бытие. Оно состоит еще в том, чтобы блюсти истину откровенных сайн в чистоте, неприкосновенности и полноте через все поколения как свет, как мирило, как суд. Церковь свою истину ставит как норму жизни. Она переоценивает ценность этой жизни. Она должна просветить и гражданскую, и государственную совесть, осветить жизнь во всех ее проявлениях. Задача эта, задача обновления права жизни, быта, в Петре встала перед церковью еще в Византии 4-10 века. Но византийская церковь отказалась от этой задачи. Она, наоборот, чрезмерно сблизилась с государством и даже сама приняла кое-что из его правовых начал. Церковь в Византии по воле императора стала, так сказать, порукой за весь государственный строй, чуждой вере и завещанной миром языческим. Она стала освещать извне то, что в себе внутренней святости не имела. Глубокие требования христианства от мира гражданского были усыплены императорскую властью. Идея государства истина христианского исчезла из сознания, из воображения, из надежд и, так сказать, из инстинктов человеческих. Потому именно Римская империя не спаслась от гибели, что сама она, как государство, не приняла христианство. Законы и общественная жизнь остались равнодушными к перемене исповедания. Слово евангельское просветило совесть человека, но не коснулось совести гражданина. Мысль Елина, свободная и плодотворная в других областях, в области права гражданского, рабски следовала по путям ей указанным ее учителями законоведами Рима. И христианство почти проникло в каменные капитолии юристов, в жизнь, быт, право, общественную совесть. Там жил и властвовал до конца дух язычества. Все уголовное право с его страшными казнями, с его свирепыми пытками, с его безнравственными судами и разрядами преступлений было наследством того же Рима, который себя определил еще прежде отделение от него восточной империи. Тоже должно сказать о всех общественных учреждениях и о всех их мертвящих формах. Церковь не сумела или не смогла по условиям времени разорвать эту сплошную сечь злых и противохристианских начал. Она удалилась в душу человека, она старалась улучшить его частную жизнь, оставляя на стороне его жизнь общественную и произнося только приговор против явных следов язычества. Ибо самые великие деятели христианского учения, воспитанные в гражданском понятии Рима, не могли еще вполне уразуметь ни всей лжи римского общественного права, ни бесконечно трудной задачи общественного построения на христианских началах. В таком же положении оказалась церковь в России. Правда, здесь иногда церковь сильнее чувствовала свое право и обязанность наложить евангельскую печать на быт, но к 17 веку это сознание стерлось и забылось почти совсем. Даже у верующих нас вера что-то странное. Выстроили ей часовню, зажгли лампаду, оказывают ей даже всякие почести, но далее идти считают излишним. Что нам за дело, что и наши действия, окружающие нас отношения сучисто языческие? Мы сделали из веры покойное кресло и со всякими комфортами в них посиживаем. Это зло вреднее, опаснее самого неверия. И для восстановления влияния церкви один путь признание неотложности задачи мирского действия церкви. Пусть византийская церковь слишком связанная с 4 века с государством, слишком раздавленная авторитетом уже устоявшегося римского права, быта и государственности не могла выполнить этой задачи. Она все-таки сознавала ее. Святой Василий Великий Григорий Богослов не раз скорбели, что трудно разорвать сразу эти окобы быта и выявить всю правду Евангелия. Церковь не может теперь молчать, точно не замечая того, что жизнь разлагается, что христианское начало все более и более исчезает из права и сознания так называемых христиан. Разве молчали златоусты Святой Амброси Медиалански, когда видели беснующуюся Иродиаду или обреченную на гибель Антиохию? Они громко говорили о том, что говорило Евангелие, закрывали двери храмов для самих императоров Святой Амброси. Отчего же не слышу я теперь в церкви речей Святого Иоанна о лжи жизни и ее порядка, о раскищении сильными труда человеческого и тому подобное. Где сегодня мы услышим такие речи, где обличались бы самвонов дела преступных неверующих руководителей и призвание их к покаянию? Или речей Святого Флавиана и того же Златоуста с ходатайствами за народ? Или Слов Святого Василия Великого об упорядочении семьи новым и лучшим каноном? Или ревности Святого Амброси, протестующего против крови? Или малорелигиозного невежества и язычества в народе? Или невопиет о слове наша общественная наличность? Нас никто не будет слушать, мы невлиятельны, разве по нашему слову станет земля царством Божиим, скажете вы. Но это уже иное дело, дело совести тех, от кого зависит сделать землю Христовым царством. Может быть из-за того он знал, что Евдоксия не послушает его, но это не мешало ему говорить, не освобождало его от обязанности выявить Христову правду. Не послушают. Пусть услышат совести простых людей и увидят, что не умерла церковь, есть церковь, хранящая Христа и не скрывающая его от мира. Совесть многих проснется, даже совесть тех, кто стоит за оградой нашей церкви. Они не слышат голоса своих церквей. Тем сильнее прозвучит для них голос церкви им чуждой, и они поймут, что там Христос. Знаю я, что мое слово сегодняшнее прозвучит в пустое пространство. Раньше писали молим собору быть истинному, а не сонмищу иудейскому. Не единым бархиереям подобает собрать себя, но и священно игуменам и протопопам, и священно июреам, и диаконам, и в мире живущим всякого чина людям. Никогда и ни в одном деле епископство и священство не может быть оторвано от народа. Это разрыв хула на духа святого. Не может быть в церкви дело для народа чуждого. Я указал, что церкви Божьей вместе с епископами судили Павла Самосадского. А вот голос святого Афанасия Великого. Он определенно высказывается, что разбор дела по жалобе на епископа считает предметом ведения собравшегося народа вместе с приявшими власть от Духа Святого. Если бы действительно пишет он имел силу какая-нибудь на меня жалоба, то судить меня должно по церковным правилам и по слову Павлову, собравшемуся народу и тем, которые прияли власть от Духа, силой Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5.4 Церковь ныне желает сделать безмолвным и от народа ищет безмолвия. С каких пор епископы стали думать, что Христос и правда для них дороже, чем для народа? Народ безмолвствовать не должен и те, кто хочет смотреть на народ, как на пыль под епископскими ногами, не епископы Христовы. Им нужно напомнить слова апостола Духа не угощайте. Все это печально и более чем печально. Это грозит разложением церкви, до сих пор не знавшей деления Христово тела на две немирные и воюющие половины. И понятно, не могу ни я, ни все уважающие себя верующие признать собор, где не может быть Духа Божия. Из книги священника Дмитрия Дудко «Вопросы и ответы». «Порой мне становится страшно, но когда вгляжусь в мир, в ту неправду, которая в нем творится, вгляжусь в страдания, в гибель людей, мне хочется дерзать. Кто-то должен сказать правду, правду в полный голос, не оглядываясь. Мне жалко людей, люди гибнут, мне хочется подать им руку, мои беседы это моя рука, вполне возможно, что она очень слабая, соломинка, ниточка, я не надеюсь на свою руку, я надеюсь на того, кто стоит за ней. Если Христос рядом, моя рука поможет, не моя, его. Я очень хотел бы, чтобы это было именно так. Я осознал, я понял, я почувствовал, я ощутил всем своим существом, что неправда творящаяся в мире, это наша гибель, ее надо обличить именно с церковного амбона. Я очень сожалею, что обличение началось не с церковного амбона, я несколько опоздал, но ничего, и в этом есть смысл, чтобы восторговить все. Церковь христианская началась еще с язычества, поэтому христианские богословы некоторых язычников считают христианами до Христа. Весь мир надо восторговить. Пусть раньше начали светские люди, мы все должны все восторговить. Мне жалко людей, жалость съедает меня, жалость к человеку помогает мне и дерзать. Не могу мириться с неправдой, мне жаль всех. Скажу еще, когда я вот так подумаю, мне хочется дерзать. Мне как-то все становится понятным и яшным. И знаете, нисколько не страшно. У меня бывали такие минуты, когда мне казалось, если вот сейчас на эшафот пошел бы, не дрогнув, я понимаю теперь не просто умом, а всем существом. Если Богу крепит, невозможное станет возможным. Я по-прежнему стою на том, что все это со мной сделал не патриарх, не митрополит, сделали безбожники. Я им не угоден, идет борьба. И может быть польза моих бесед в том, что начинают бороться. Раньше просто не давали, сейчас борются. И это уже какое-то достижение. Вопрос. Неизвестны ли вам случаи, когда священники ведут себя самым недостойным образом, и их не запрещают в служении? В связи с этим, как по-вашему, законен ли ваш запрет, и если незаконен, то стоит ли ему подчиняться? Ответ. Сейчас, наверное, безбожники начинают развертывать самые гнусные и отвратительные наступления на церковь. Как известно, многие старосты это уже ставленники от властей, а от старосты часто зависит судьба священника. И такие старосты исполняют, что им прикажут. В частности, староста нашего храма настолько покорилась им, что наблюдала за каждым моим шагом и ничего не предпринимала, не посоветовавшись с гражданскими властями. Священник должен обладать большим мужеством, чтобы исполнять дело церкви и не бояться старосты, который может расторгнуть договор. Есть же священники со слабой волей, а есть и такие, которые служат небезведомо гражданских властей, и они готовы из кожи лезть вон, чтобы угодить своим покровителям. Есть ли у таких священников вера, судите сами. Я приведу два-три примера известных мне. Прибегает как-то ко мне девушка, недавно уверовавшая, которую я крестил. До моего запрещения она у меня исповедовалась. Теперь невольно нужно было исповедовать у других. И вот этот другой, когда она стала раскаиваться в грехах, говорит ей, тебе не раскаяние нужно, а нужен молодой человек, иначе ты можешь кафоскеатр. Другой случай рассказывал нам наша знакомая женщина, наша имею до себя и мою матушку. Решила крестить одна девушка, ее завели в комнату, заставили раздеться, потом стали вышучивать, исполняя над ней крещальный обряд. Она вышла оттуда в большом смущении. Что произошло? Вглумление или что-то другое? Теперь она боится вообще в храм заходить. А вдруг да, все там о чем говорят эти примеры? О том, что безбожники решили руками епископов или священников разрушать церковь. Так им лучше. И как будто не вмешиваются во внутренние дела церкви, но делают то, что им нужно. Делают безнаказанно. Явные нарушители не несут никаких наказаний. а кто в самом деле не нарушает, того доказывают. Я не хочу оправдывать себя. Если не в одном, так в другом я виноват. Но именно хочу делать, а мне мешают. Послушаться таких запрещений значит встать на путь разрушения церкви. Не послушаться быть нарушителем воли епископской. Так мы часто исполняем одну форму и убиваем содержание. Все на фарисеевский лад. Не знаю, мне грозит большой соблазн махнуть рукой на все запрещения и не подчиняясь им делать церковное дело. Не выльется ли это в секту? Вот это страшно. Некоторые говорят, пора идти на раскол. Отколоться от них. Но не будет ли в этом еще горшей беды? Безбожникам то ведь и нужен раскол и остается уповать только на чудо. Но уповая надо все-таки что-то делать. Приведу кстати замечательные слова святого Иоанна Златоуста. Если епископ не находится среди своего стада, чтобы руководствовать им, пусть овцы, сами возьмут на себя обязанности пастыря. Разве Даниил и пленные иудеи в Вавилоне нуждались в алтаре, в храме и первосвященнике для исполнения закона? А мы сейчас, конечно, в плену у безбожников. Я подумываю о том, что мы часто идем на сделку с совестью, что только стоять у престола. Но ведь стоять можно недостойно суд и осуждение. Но с другой стороны, если этого не будет, совсем захереет наш народ. По-моему, дело церкви в России должно стать мировым делом. И хотелось бы, чтобы случай со мной не остался забытым. Нужно спасать. Пожар. На пожар бегут. Я это слово обращаю ко всем верующим всего мира. у нас в России пожар. Его раздули безбожники. Добавим, масоны. Горим. Помогите, неужели не отзовутся? Вопрос. Известны ли вам случаи выступления других по поводу беззакония в отношении церкви? Ответ. Известны. Открытое письмо двух священников отца Глеба Якунина и отца Николая Шлемана. Они скрыли очень основательно документально и юридически все нарушения. Письмо кировских верующих о развале семьи, потере нравственности. Постоянное выступление церковного писателя Левитина Краснова. Письмо писателя Солженицына. Выступление писателя В. Максимова. Обзор всех документов по удушению церкви академика Эр Шафаревича и другие. Вопрос. Что предпринято по поводу этих выступлений? Изменили ли они положение церкви? Ответ. Трудно сказать. Но, наверное, что-то все-таки сделано. Может быть, без их выступлений было бы еще хуже. Это, как говорят, заговорила безмолвствующая церковь. По-моему, это хорошо и пора уже. Сколько же можно молчать? В конце концов, молчание может превратиться в преступление. Нам нужно бы приглядеться к молодежи, понять ее и поучиться у нее. Потому что то, на чем мы все строили, послушание, вылилось в то, что за нас кто-то думает, а мы только должны выполнять. И завыполняли из-за того, что все разрушили и потоптали. Мы забыли, что послушание это средство, а не сама цель. И что послушание может быть и дьяволу. Цель наша должна быть не просто послушать вышестоящих, а исполнить волю Божию. Для всех нас нужна воля Божия, правда Божия. Тогда соборне мы решим нерешенные до сих пор вопросы. Соборне не значит коллективно. Как известно, не в большинстве дел, а в духовно развитой личности. Большинство может быть стадом, а один человек может нести в себе соборность. И Христос обращался не к коллективу, а к малому стаду. Не бойся малое стадо. Ищущих правду и истину всегда немного. Большинство идет по течению, но в немногих все дело. Часто на послушании коллективе играют всякие проходимцы и деспоты и творят свое адское дело. А мы как пешки стоим в стороне вздыхая, ну что ж, надо послушаться, не в нашей, мол, воле. Нет, все в нашей воле. Не нужно принижать своей личности. Говорят ведь, что в смирении бывает пачи гордости, во всяком случае частенько выливается в ханшество. И человеческую личность никто не может покушать, а даже Бог не покушается. Посмотрите, в каком истерзанном виде он стоит перед человеком. Вот он пример для духовников и для всякого руководства. Мне очень жаль патриарха. Мне сейчас трудно сознаться в том, что он послушался не Бога, а безбожников. Если это так, я буду молить Бога, чтобы он простил его. На патриарха я нисколько не обижаюсь. Мне хочется плакать. До чего безбожники унизили нашего патриарха? Это общее наше несчастье. И мы все должны понять, что охранение истины зависит не только от патриарха, а от всех нас. С нашей стороны нужны усилия любви и правды, усилия творчества. Мы все ответственны. Я выше говорил о словах зотоустов. Вспомним их и не будем снимать с себя ответственности. Вопрос. Известно ли вам, что по поводу ваших бесед прошли партийные собрания по Москве и там говорили, что вот нашелся один московский священник, который говорил антисоветские проповеди и на его молодочку попадалась неустойчивая часть молодежи. ответ. Что-то слышал, но не думал, что это так серьезно. Им, безбожникам, наверное, очень хотелось бы, чтобы я заговорил антисоветски. И можно было бы легко убрать меня. Критика недостатков это по их понятиям антисоветчина. А то, что они сделали своей антирелигиозной пропагандой, пройдясь опустошающей по нашей русской земле, об этом они не хотят задуматься. как раз их пропаганда может быть и есть настоящая антисоветчина. Смешно, как они взволновались. Чего только и пускали в ход и наряд милиции, и переодетые, и не переодетые шпики, и вот теперь партийные собрания. Этим они только утверждают меня в том, что я был прав. Слово правды их всех взволновало. И они бессильны перед этим словом правды. Ведь задуматься, не смешно ли, какой-то попик и вдруг такая буря. Вопрос. Тец Дмитрий, кто вам мешал проповедовать? Говорили бы вы обычные проповеди, и этим бы принесли огромную пользу. К чему вам была эта особая проповедь вашей беседы? Кстати, слушать их подчас ходили люди далекие от церкви. Ответ. Мешать мне всегда мешали. Но, конечно, не так, как сейчас. Обычная проповедь хороша в обычное время, но когда время необычное, как сейчас, нужна необычная проповедь. Я увидел, как тонут и гибнут люди, и поэтому закричал по-необычному. Мои беседы это крик о помощи, крик о спасении. И то, что на мои беседы ходили не церковные люди, я в этом вижу как раз не недостаток, а то, что нужно всех привезти в церковь и восорковить. Вопрос, как вы думаете, почему все-таки прямо высказываются немногие, неужели больше никто не знает, что творится? Ответ, все мы знаем, что творится, но почему-то невинно пожимаем плечами и смотрим. Пусть кто-то высказывается, но не мы, а мы как-либо погреемся от его правды. Настолько у нас слабо вера и чувство личной ответственности. Авось! О, это русская авось! Сколько оно нам принесло всякого зла? Нужно ли забывать, что всякая власть от Бога? Ведь много вражды все-таки в ваших словах против власти. Ответ, подобный вопрос к месту был бы во время бесед в храме, вне храма подобный вопрос меня раздражает, как бы, как мы привыкли смешивать Божий и Кесарева. Против власти, как таковой я не выступаю и считаю такие выступления вредными и бесполезными. Но когда властью забирается Божия, тут молчать значит примиряться с неправдой. Вражды в моих словах нет, есть гнев. Нельзя безнаказанно топтать святыню. Посмотрите, сколько разрушенных храмов и еще разрушают. Посмотрите, какой развал семейной и общественной жизни без религии. и никаких сдвигов. Безбожие занимает господствующее положение. Ждать у моря погоды, когда все само по себе утрясется, это расписаться в своем полном бездействии. Нужно объявить решительную войну безбожию, если желаем наладить свою жизнь. И это не против власти, а наоборот за укрепление власти. безбожие помимо всего прочего расшатывает и основу власти. Безбожие это червяк, который все подтачивает, даже сук, на котором сидит. Почему вы думаете, что атеизм принес огромное зло России? Вопрос. Когда-то ведь он был прогрессивным явлением, а сама церковь служила тормозом развития в России. Ответ. Ваш вопрос это шаблон, по которому научили нас мыслить. Если же мы посмотрим на все самостоятельно, то увидим, что атеизм никогда не был прогрессивным явлением. Он обычно вырастает на почве нравственного разложения. Сначала атеизм разрушал и, если сказать, расшатывал все устои, на которых зиждилось человечество. Все это, конечно, было завуалировано, принимало благовидную форму, но когда атеизм пошел в открытую, то сразу и показал, на что он способен. Никакая война не принесла нам такого бедствия, как атеизм. Посмотрите на руины храмов разных памятников старины, посмотрите, в кого превратились люди, потерявшие уважение к святыне. И вам не нужно объяснять, что атеизм это огромное зло для России. А церковь, которая атеизм принизил, никогда не была тормозом для России. Для атеизма это верно. Церковь, какая бы она ни была, даже в современных условиях положительное явление. Положительное всегда вызывает массовый интерес. Атеизм никогда не вызывал массового интереса, только массовое разложение. Если бы вы видели, наверное, вы видели страдающие лица людей, которых лишили церкви, вы бы поняли, какое счастье и какой прогресс, какой прогресс будем выражать современным языком церковь. И как безжалостен сам по себе атеизм, ибо он натравливает детей на родителей. У нас воюют дети с родителями, хотя должен оговориться, родители в основном атеисты, а дети становятся верующими. И родители воюют с детьми, это еще хуже. Родители восстали на детей, и голос против атеизма это не голос против убеждений, это против того преступления, которое допустил на нашей земле атеизм. И вот со мной ведет расправу атеизм под благовидным предлогом, что я молкавищу на государство и народ, даже на церковь, пытается он меня обвинить, а я жалею и государство и народ, не говоря уже о церкви. Вопрос, как вы думаете, могут ли большевики, партийные, коммунисты уверовать в Бога? Ответ, думаю, да. Более того, я думаю, что все это на русской земле нужно было для подготовки к настоящей вере. Много было фальшивого и ложного в старой вере. Этим я ее не принижаю, ибо она нам дала величайших святых Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, царя Николая Второго со всей своей семьей и других. А сколько безвестных мучеников! Известно ли вам, что уже не единичный случай, когда партийные сдают свои билеты по религиозным убеждениям? Некоторых я сам знаю, таких даже, которые потом, которые приняли сам священника. Когда все это узнает мир, узнает всех русских мучеников, удивится русской святости, посмотрите сами на антирелигиозную литературу, на политическую, кто ее читает? Она нам теперь страшна как мертвец. Обходим мимо, хотя еще и боимся. Иногда по принуждению, иногда делаем вид, что читаем. О чем это говорит? Я думаю о том, что вера стоит у дверей нашего дома. Христос стучится, и мы уже слышим его стук, но почему-то медлим открыть ему дверь. А делать нужно. Христианский вопрос, особенно среди молодежи, стал остро. Ищут срочного решения. От нерешения этого вопроса у нас пошел невиданный разврат, развал семьи, пьянство, хулиганство. То есть люди гибнут, а ты не смей им помочь. Мне пришлось считать у Златоуста, что если епископ не заботится о спасении паствы, то сами спасаемые должны взять дело спасения в свои руки. Иначе православная церковь оказывается в худом положении, в худшем, чем другие какие-либо исповедания. Они активны, мы в уходе должны быть пассивны, вольно или невольно. Мне не страшны прямые гонения от безбожников, а вот опосредование через епископов парализует меня. Как поступать в таком случае? Запрещение явно незаконное, но исходит от епископов, и я оказываюсь нарушителем церковных канонов. Сердце порыв дерзать, нельзя же смотреть, как безбожники всех и вся удушают. ждать лучших времен не значит ли закапывать талант в землю. Я обращаюсь к соборному мнению соседних епископов, тех, кто находится в зависимости от безбожников, не находится в зависимости от безбожников.